Итак, на то, что они лишились своих украшений, не одевали больше своих украшений. Слово «украшение» – Ади. Да, есть имя Ада, да? Ади. Да, Ади. Видите? И оно какое? Как Эд. Ой. Ну да, Ади. Эд – свидетель. Эд – свидетель. Ади – выходит с однокоренной слова Эд, да? Свидетель или Эда – еврейская община. Итак, услышал народ эту дурную весть, и погрузились люди в скорбь, и никто из них более не надевал своих украшений. Значит, запишите. Слово Ади. Первое. Украшения, убранство, убор, наряд. Украшения, убранство, убор, наряд. Второе значение – благородный. Слышали? Адиэль, да? Может такое, да? Вот. Благородный. Благородный. Ади. Кстати, Адольф имя означает благородный Волк, да? Есть еще имя Идиль. Это казахское имя, да? Вы знаете, что Атила был казахом. Вот, ее переменяли на Атила. Идиль – благородный. И Итиль – река Волга, того же самого корня. Вот. Ади, значит, благородный. И третье значение – это рот челюсти. Рот челюсти. Итак, украшения, убранство, убор, наряд, богатая одежда, да? Второе – благородство. И третье – рот человеческий, рот или челюсти. Израиль, как еврейский миндраш, это Израиль, как невеста Бога, получил великолепные свадебные одежды. Но после приобрелого деяния с золотым тельцом, лишился их. И теперь Израиль не мог представлять славу и великолепие Бога. Значит, он лишился одежд, он лишился чего? Благородства, да? Благородства. Еще слово «эд» означает свидетель, это еврейская община. То есть, еврейская община перестала быть обществом свидетелей, пока отношения с Богом не были установлены. А отношения с Богом когда были установлены? Когда уже построена была Скиния, да? И принесена жертва. Значит, и третье «уста» их оказались закрытыми для хвалы Богу и свидетельства. То есть, не надевал своих украшений, или они, может, замолкли, или закрыли свои уста. Это тоже может быть такой перевод. Так, мой мидраж. Маше был первым человеком, который сказал пасть порогу. И они все заткнулись. Это, конечно, шутка, да? Хорошо. Ну, дальше интересное ходатайство. Маше за народ. Я сейчас подробно не буду разбирать. Это 33 глава с 12 стиха. Там Маше интересно просит, что дай мне познать пути твои, да? Я буду знать тебя, и чтобы обрести милость в лозах твоих. И смотри, это племян твой народ, да? И дальше Маше ходатайствует за народ Израиля. И говорит, пожалуйста, открой мне славу твою. Славу кого-то, употребляющее слово. Слава, великолепие. И Бог предстает перед Маше, и Он говорит 13 атрибутов Божьего милосердия. Это исход 34 глава, 6-7 стих. Это не тема сейчас нашего занятия, но вы помните, это на емке пур мы обычно говорим. О 13 атрибутах Божьего милосердия. Когда Бог представляется, я Господь сущий, да? Вот. Значит, Он дважды говорит Господь сущий, Господь сущий. И Эль, что означает Божья сила. Эль рахун, ханун, то есть благое, милости. О том долготерпеливый. Эрех апаим. Эрех апаим. Эрех длинный. А Аф – это нос. То есть долготерпеливый я, Бог с длинным носом. Он говорит о себе. И не даром. У евреев Бог дал длинный нос. Для того, чтобы они были какими? Долготерпеливыми. Видите, у меня нос не длинный, поэтому я очень нетерпеливый человек. Потом говорит, что я любовь и справедливость безмерны. И дальше Он говорит о том, как Он прощает, да? А вон пэша и хэта – грех, непокорность и так далее. И что Он Бог припоминающий. Я сейчас Вам не буду подробно об этом говорить. И дальше идет, следует сразу после этого, да? Что приказал Бог явиться в Маше и подняться в Маше куда? На гору. И когда Маше поднялся на гору. 34 глава, 27 стих. Сказал Бог, обращаясь в Маше, запиши себе это, ибо это основа союза моего с тобой и с Израилем. И провел там на горе Маше сорок дней и сорок ночей. Хлеба не ел и воды не пил, и написал Бог на скрижалях слова союза, десять заповедей. И было, когда спускался Маше с горы Синай и держал в руке две скрижали завета, спускаясь с горы, а Маше не знал, что кожа лица его стала светиться, с тех пор, как Бог говорил с ним и увидел Аарон и все сыны Израиля Маше. И вот его лицо исполоскает лучи света. И как луч света? Керен, да? Керен. Вот отсюда имя корней, да? Но Керен означает и луч, и рог. Я уже вам говорил, отсюда возникла такая неувязка, что когда перевели Библию на латинский язык, то непонятно, человек корнуто рогатый или у него лучевая болезнь, да? Коисея, в действительности, лицо светилось, и были у него не рога, а что? Лучи света. Ну, даже есть где-то Моисея нарисованный с рогами, или статуя такая есть, в Риме стоит, да. Так вот и получилось. Лицо испускает лучи света, и побоясь приблизиться к нему. И позвал их Маше, и подошел к нему Аарон, и все главы общины, и стал Маше наварить с ними. И затем Маше передал ему все это, да? И видели сыны Израиля лицо Маше, испускающее лучи света. Затем снова закрывал Маше свое лицо, пока не приходил он к Богу, чтобы говорить с ним. Очень интересное место. А дальше уже говорится о строении, так как было построено Скини. Я еще раз говорю, видите, глава Трума, она идет как бы раньше греха с золотым тельцом. И мы не знаем, действительно, если раньше был заповедь о строении Скини. Но, скорее всего, если по логике говорить, то о чем? Именно, скорее всего, здесь говорится о том, что было конкретно сделано после греха с золотым тельцом. Правда? То есть, Маше, скорее всего, все-таки ходил три раза на гору. Я же говорю, мы не знаем. А глава Трума просто раньше. Глава Трума просто раньше приношения, потому что, может быть, она более, более важная. Более важная. Хорошо. И в главе Трума мы уже начинаем непосредственно говорить о тех предметах, о тех веществах, из которых была изготовлена Скини. Сколько разновидностей этих предметов было? Есть такое мнение, что 13, у других 15. Потому что некоторые считают там одним. Но мне нравится цифра 13. Вам нравится цифра 13? Видите, у евреев это очень хорошая цифра. Вот опять-таки христиане, они от числа 13 отказываются. А это, я вам говорю, что благодать на благодать. Да? Это 13 человек, Ишуа и 12 апостолов, да? 13 атрибутов Божьего милосердия и 13 вещей, которые приносили для того, чтобы построить Скини. Итак, теперь мы говорим о вещах, предметах, из которых была изготовлена Скини. Сейчас я вам перечислю. Ставьте цифры, да? Потом будем говорить подробно. Первое. Золото. Загав. Загав. Гей. Буква. Загав. Золото. Так. Второе. Это что у нас? Кэсэв. Кэсэв. Кэсэв это серебро. Третье. Нэхошит. Это медь. Нэхошит. Это медь. Следующее. Четвертое. Тхээлет. Тхээлет. Мы будем подробно потом говорить. Тхээлет. В русской Библии, чтобы вы там запомнили, есть немножко расхождения о этих веществах в русском переводе каноническом. Тхэлет это шерсть, окрашенная в небесно-голубой цвет, кровью моллюска, который назывался хилозон. Хилозон. Сейчас этого моллюска нету, он вымер, видимо, так активно его использовали, что всех уничтожили. Поэтому долгое время евреи этой голубой краской не пользовались. Но в середине 20 века химиками была восстановлена искусственно такая голубая краска. Поэтому считаю, что сейчас уже можно пользоваться. Тхэлет. Следующее. Аргамон. Аргамон. Аргамон – это шелк малинового такого цвета. Шелк малинового цвета. Такой вот шелк малинового цвета употребляется песнь-песень, 3-я глава, 10-й стих. Аргамон – это шелк малинового цвета. Следующее. Талаат шани. Талаат шани. Это пурпурное. Пурпурное. Пурпур. Пурпур. Есть красный цвет, есть пурпурный цвет. Вы знаете, что есть разница между ними. Дальше шеш. 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 Это вот какое получается? Седьмое, да? Шеш. Тонкое белое льняное полотно. Тонкое белое льняное полотно. Следующее. Изим. Изим. Не изюм, а изим. Это козья шерсть. Козий волос. Козий волос. Следующее. О-рот-э-лим-ме-адамим. О-рот. Ор. Это шкура, да? О-рот-э-лим-ме-адамим. Это бараньи шкуры, окрашенные в красный цвет. О-рот-э-лим-ме-адамим. Адама, да? Красный. Ме-адамим. О-рот-э-лим-ме-адамим. Следующее. О-рот-тхашим. О-рот-тхашим. Здесь есть немножко неувязка. Не знаю, что такое тхашим. Может быть, это связано с голубой кожей, да? Или синией кожей. А может быть, с кожей тахаши. Кто такие тахаши, до сих пор не знают. Говорят же, или такие тахаши, но всех вы перебили, выверли. Какое-то неизвестное животное. Вот, тахашовые шкуры. Мы будем об этом говорить. Это у нас сколько получается? Десять, да. Так. Подождите. Девять, наверное. Так. Тхелет – это четвертая. Аргамон – пятая. Талат – шестая, да? Шеш – седьмая. Изим – восьмая. О-рот-э-лим-ме-адамим, да? Девятая – рот-э-шим. Да. Следующее. Следующее. Это Ацей-шитим. Ацей-шитим – это древесина кедра-шитим. Древесина кедра-шитим. Дальше. Некоторые говорят, что шэмин га-маор и бе-самим – это как бы идут вместе. Потому что там различные были специи. Поэтому можете отдельно их написать, можете вместе. Получается, по-другому. Потом у меня получилось 14 уже, да? Шэмин га-маор. Шэмин ла-маор. Масло для освещения или для светильников. Шэмин ла-маор. Дальше. Бе-самим ликторет. Это Бе-самим ликторет а-самим. Бе-самим ликторет а-самим. Благовоние для воскурения. И последнее. Бе-самим. Бе-самим, бе-самим у-чаоо. Знаете такую еврейскую песню? Что означает «много пряностей». Да, бе-самим, да? Шэмин ла-маор и бе-самим ликторет а-самим. То есть, благовоние для воскурения. И последнее, да, это различные камни. Они называются Авней шаам, ве-авней милуим. Это камни, которые были установлены в ифоде. Авней шаам – это ониксы камни и камни для установки в лунках ифода. Милуим, буквально камни наполняющие. Камни наполняющие. Так, символику некоторых вещей мы будем требовать на тексте. Да. Символику некоторых вещей. Да, шутим – это акация. Да, масло для освещения и пряности, да? Пряности, да, бе-самим. Бе-самим, бе-самим, бе-самим. Бе-самим, 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 бе-самим. И последнее – это различные виды камней. Да, различные виды камней. Так, теперь что? Что каждый из этих вещей символизирует? Видите, что интересно? Что первоначально было собрано, мы будем говорить еще до этого, когда производился подсчет сынов Израилева. Как производился подсчет Израилева? Что собирали? Половину шекеля, да? Половину шекеля. Мы будем еще говорить, что это означает и с чем это нужно было. И половину шекеля собирали со всех. Из богатых, из бедных, и кто хотел дать, и кто не хотел дать, да? И что из них сделали, помните? Основание, да? Основание. То есть, основание у всех было одинаковое. А все остальное люди сдавали то, кто что хотел. Вот все эти вещи, когда обобрали Египет, обобрали Египет, да? Вот, обобрали Египет, и не просто обобрали Египет, а для чего? Для того, чтобы это у них все было. Некоторые говорят, откуда же у евреев в пустыне это все взялось. Ну, евреи такие, что они в пустыне достанут. Даже деревья, и все, наверное, с собой отыщили. Конечно. И дальше каждый сдавал добровольно. Добровольно. Итак, значит, 25 главу. Открываем. Обратился бог к Моше с такими словами. Скажи, сынам Израиля, пусть вознут возношение для меня от каждого человека, сердце которого пожелает это, пусть возьмут предношение для меня. Возношение, трума, предношение или возношение. Слово рама, высота, да? Да, вот хайры, крыши, хайры, рама. Хайры, это значит, что? Да, хайры, отсюда есть такое слово, да? Вот, рама, это значит, превозносить. Рамат, гакалян. Вот. Ромэму, аданай, есть выражение, да? Ну, одни Кришну, естественно, превозносят, но мы Господа Бога, Жабава, превозносим. И некоторые, что в сердце, видите, каждого пожелает, или как сердце его подвигнет. То есть, каждый давал то, кто мог, и кто, что хотел. И это сравнивается с Новым Заветом, что основание у всех одно, да? Ишо, Мессия. Но каждый строит в зависимости от его сердца. Так и здесь. Здесь не было приказа, чтобы вы там сдали. Ходили комиссары с прозрозверсткой, продалогом, у кого, может, полено осталось, у кого там кусок золота, все отбирают. Такого не было, да? Люди приносили, и вы знаете, даже осталось еще сверх того. Там еще что-то дополнительно сделали. Так что, кто мог давать золото, давал золото, кто мог дать серебро, давал серебро, кто не давал ничего, кроме меди, давал медь, может, у кого-то шкуры были. И таким образом все это было собрано. И вот поэтому отмечайте, что это очень похоже с тем, что в Новом Завете никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишо, Мессия, да? Строит ли кто на основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, соли, соломы, каждого дела обнаружится. Бодень покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дела, которые он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дела сгорят, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет у вас? 1 Коринфянам 3, 11, 16, да? Помните, три поросенка я уже сравнивал, да? И каждый строил из чего мог. У некоторых устояло, у некоторых не устояло. Это похоже на хасидскую пичу, хотя и христианская. То есть, сначала были собраны шекели, и каждый сдавал одинаково. Фундамент был у всех одинаково. Затем, каждый сдавал, тот, кто сколько хотел. Итак, золото. Загав. 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 Золото. Но, если мы поменяем буквы и напишем завах, завах, это будет завах, только такое, ха. Это есть такой еврейский принцип, называется альтикра. Читая не так, а по-другому, да? Еврейский принцип толкования. Вот такое слово завах означает приносить жертву, проливать кровь, жертвовать. Загав, загав, золото. однокоренные слова завах, приносить жертву, проливать кровь, жертвовать. И еще зав литься потоком, падать каплями, лечиться, течь тонкой струйкой. Помните, человек, который имел истечение, как он назывался? Зав. У нас зал это другое значение. А человек с истечением зал. А если женщина, естественно, зала. И отсюда жертвенник, 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 мы уже говорили, как называется? Миз Б Ах. Корень, видите, ми это чаще всего приставка, которая образует слова, в частности образования. Итак, миз Б Ах, это жертвенник. И на жертвеннике там что, где любовь, всегда проливается что? Кровь. Да, Бог есть любовь, но кровь проливается все равно. Итак, миз Б Ах, жертвенник. В латинском это слово алтарь. Что означает алтарь? Альт это какой? высокий, да? Алтарь означает возвышенное место, потому что жертвенник обычно располагался на возвышенном месте. Хорошо. Итак, видите, это связано, это что символизирует? Символизирует. Золото это символ Божьей славы. Уникальность жертвы Ишуа Мессии на кресте, потому что он пролил за нас свою кровь. А крест это алтарь или жертвенник. Или жертвенник. Так. Вот есть Псалом 50-й дробь 9. Там говорится «Окропи меня Исопом и буду чист». «Окропи меня Исопом и буду чист». Слово Исоп по-еврейски Эсоф 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 Видите, интересно, что А Эсоф А Алиф Это Альфа Божье имя, да? Алиф Асоф это что? Сов Конец Бог есть Начало и Бог есть Конец Альфа и Омега И это еврейское слово Исоп Эсоф Эсоф И там написано в Салме «Окропи меня Исопом и буду чист». Истинное значение этого стиха будет так «Окропи меня тем, что течет от Господа Святого и я буду чист». И это то же самое, что 1 Иоанна 1.17 Если мы ходим во свете, подобно того, как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Ишуа Мессии очищает нас от всякого греха. Итак, еще разочек на тесте, если вы будете писать, то золото это что? Это символ крови Ишуа Мессия, символ искупления. А жертвенник это что? Это символ креста. Символ креста. И окропление Исопом это что? Кровь Ишуа Мессия, которая очищает нас от всякого греха. Следующее. Кэсэф 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 О, швето Фэ Как хотите крутите. Так можете писать. Кэсэф, да. Фэ, конечно. Кэсэф Кэсэф это серебро. Однокоренные слова Кэсэф Кэсэф означает стремиться, жаждать, томиться. Стремиться, жаждать, томиться. Слово Кэсэ Кэсэ означает покрывать, отменять, прятать. Кэсэф стремиться, жаждать, томиться. Кэсэ да, лагол покрывать, отменять, прятать. Кэс трон, Кэсэ стул. Видите, очень интересно. Воробьянинова звали как? Кэсэ. Кэсэ, да. Почему он был Кэсэ? Потому что он искал Кэсэ. Хотя его имя было Эпполит, почему-то он вдруг стал Кэсэ. Это еврейское мышление, да? По ассоциативному мышлению. Значит, Кэсэ это стул. Да. Видите, Кэсэ стремиться, жаждать, а также Кэсэ покрывать, отменять, прятать. Кэсэ это покрытие или покрывало. Итак, серебро это деньги, это то, чем платят. Так, отношение Ишо, обязательно, чтобы это у вас было записано, это символ цены, которое Ишо заплатил за наше искупление. Помните, евреи собирали сколько? Шекелей. Половину. А почему же они пособирали половину шекеля? С каждой головы. Помните, я говорю, голова с голголет, с черепушки буквально сказано, с каждой черепушки, с голголет, в искупление было собрано половина. И это означает, что половина была от человека, а половина голголет, это с голгофы. Половина пришла с голгофы. Значит, с одной стороны, это означает, что мы не можем полностью искупить себя, да? Вот. И половина искупления как бы от себя, а половина от Бога. Человек, когда приходит к Богу, он что-то делает от себя. Но что бы человек ни сделал, приходя к Богу, это недостаточно для искупления. Поэтому нужна вторая половина, которая идёт для голголет, с голгофы, да? С голгофы, буквально с черепушки получается, да? Черепушки там получается для голголет. То есть без спасения Ишуа Мессии, без этого основания, мы ничего не можем сделать. Итак, КСФ это что? Цена жертвы, да? Ишуа Мессии. Ну, ещё говорят, что половина шекеля, потому что каждый из нас нуждается в другом. Для того, чтобы заплатить шекель, значит, евреи как должны были сделать? Собраться по двое. В Новом Завете есть об этом? Помните, я вам рассказывал уже, да? Есть определённая суббота сбора шекелей, и эти шекели первоначально шли на серебро для подножий, мешкана, затем в храме они шли на общественные жертвоприношения за весь Израиль. И каждый должен был либо сам прийти, либо принести через кого-то, да? Передавал, и это была определённая неделя, когда все приносили в храм свои шекели. По половине шекеля с человека. Ну, естественно, сейчас шекель это немного, как денежная единица, да? В общем, Гитлер, вы знаете, шекель Рубер. Юрий. Да, ну вот, и каждый приносил по половине шекеля. То есть, нужно было забраться по минимуму двум людям, то есть, мы нуждаемся все друг в друге. Итак, запишите серебро, это что у нас? Цена. Видите, кровь, она сама по себе бесценна. Золото, это самое дорогое, что может быть. Но всякое имеет свою цену. Спасение, искупление имеет цену. И эта цена, это серебро. И эта цена, это серебро. Третье вещество медь. Не хошет, да? Не хошет, это медь. Ирушалаим шель-зага вышель не хошет, вышель ор, дайте. Значит, не хошет это медь. Н х не хошет. Не хошет это медь. Не хошет это медь. Однокоренные слова. Нахаш. 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 Змея хитрый, злой, да? Змея хитрый, злой, а также волшебный и чары. Помните Иосиф, который использовал какой кубок для благословения Господу? Серебряный кубок, да? И некоторые перевели, что он колдует над этим кубком. Помните, я вам тогда приводил такой пример, да? Но он не колдовал, естественно. Иосиф был, он ничего языческого не делал, правда? Или гадает, там, гадает было передено над этим кубком. Просто у него был какой кубок? Серебряный, это из этого кубка, он благословлял на шаббат, да? Тут никакой проблемы нет. медь, не хашет, извиняюсь, медный кубок, да? Из меди, из меди, чеканный медный кубок, не серебряный, извиняюсь. Нахашет, это медь. Значит, Нахаш, змея, хитрый, злой и волшебный чары. Хаша, хаша, отсюда происходит еврейское слово ша, означает молчать, хранить молчание. хаша, потом стало только ша, да? Ша, хаша, молчать, хранить молчание, да. Так, кахаш становиться тонким, сокращаться, кихаш отвергать, лстить и лгать, кахаш ложь, лживость, изменчивость. Видите, Сатан, он был какой? Лживый, да? Помните? Вот, нехошет и змей, поэтому, какой построил Моисея? Медного змея, видите, был медный в садике, и был медный змей. И Моисей вознес змею в пустыне, так должно было вознесено сыну человеческого, дабы всякий верующим его не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, медь это грех и освобождение от греха. Значит, нахаж змей, да, чары, да, хранить молчание, становиться тонким, сокращаться, отвергать, льстить, ложь, лживость, и в то же время, видите, такое вроде нехорошее вещество, употреблялось медь. и это символ, помните, змей тоже медный был, и еще о себе как говорит, о каком образе, о змее, да, медном змее. И в то же время, видите, змей был на знамени, а знамя, вы помните, говорили, имело вид хоруги, или христа, то есть нахашат, и видите, нахуштан, помните, это змей, нахаш, нахуштан, это большой змей, был ченгачук, который большой змей, нахуштан, и он был на кресте, да, и он был на кресте, отсюда ассоциация ченгачу большой змей, да. Дальше, следующее, тхелет, мы говорили, тхелет, да, тхелет, это шерсть голубая, голубая, тхелет, это вообще означает голубой, вот, буквально там написано, цемер, тхелет, голубая шерсть, однокоренные слова, тахлит, конец, завершение, крайность, реальность, а также заканчивается, стремится, к концу, холь, это все, каждый, всякий, коль, да, тахлит, холь, или коль, это каждый, всякий, это все, да, слово все, отсюда еще совершенство, кала, совершенное, коль, всякий, каждый, полный объем, да, и совершенство, невеста, вы видите, в русском языке невеста, в польском это еще больше, звучит невяста, то есть, неведающая, да, вот отсюда весталка, видите, кстати, то есть, девственница, но в иврите, кала, невеста, она какая, совершенная, она верх совершенства, хорошо, и голубой свет, он символизирует небеса, итак, пишите символ, символ знать, голубой свет, это небеса, это символ завершенности, совершенство, это небеса, небес, символ, совершенство, небеса, небеса, небес, символ вечности, и сверхобильного изобилия. Сверхобильного изобилия. Понимаете, когда мы говорим о том, о преуспевании Господа, преуспевании Господа, это не значит, что у всех будут мерседесы. Итак, мы говорим, что это Божье изобилие. Символ вечности и сверхобильного изобилия. Следующее вещество, пятое. Шерсть, да, шерсть. Аргаман, пурпурная была. Шерсть, пурпурная, да. Аргаман, а слово араг, араг, это ткань, да, ткань, а это, извините, шелк, пурпурная ткань. Да, шелк, это пурпурная ткань. И шелк ткется, да. Араг, это ткань. Отсюда вот Иргун, организация, организованность. Ага. Шелк пурпурного цвета. Да, шелк пурпурного цвета. Значит, аргаман, да, от слова араг, ткань, это ткань пурпурного цвета, шелк пурпурного цвета. И отсюда, видите, Иргун. Правда, русское слово организация похожа на Иргун? И это означает то же самое, да? Все, я империровал.